МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Толерадо компании Гомель, в студии працует Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Ширый и открытый диалог. Геннадь Соловей провел встречу с удельниками областного форума сельской молоди. В Веншаване с профессийным святом и заслуженные узнагороды. В Гомеле прошел рашистый сход, промеркованный до дня машинобудовника. Лепшие сопротивленники милиции работают в Гомельской области. Команда регионального управления стала первоможцей республиканского огляда конкурса профессийного мастерства. А сейчас об этом иншим больше подробно. Все больше молодых специалистов замасовываются на своих первых просонных местах. Такой информацией поделился старшиня Гомельского облаконка Магеннадь Соловей. По часу первого форума сельской молоди региона, который собрал колеса молодых специалистов агропромыслового комплекса Гомельщины. Сустреча отбылась в агрогородке Тихийнише Рогачевского района. Марина Джалая с подробностями. Особливости сельского предпринимательства, будильництва жилья, перспективы развития сельских территорий. По часу диалога с молодью старшиня облаконка Геннадь Соловей нагадал, что для комфортного жития у вёсцы молодым специалистам необходимы достойные умовы працы, зарплаты и жильём. Тогда молодь будет заставаться працевать за довольнением и мотивацией. Сегодня от вас зависит в целом развитие региона. И вы сегодня являетесь модераторами во всех направлениях. И креативность ваша нас очень интересует. И, конечно, мы должны учесть те проблемы, которые сегодня у нас есть. И в области, в части и создания комфортных условий жилья, потому что я уже называл, что у нас действуют в рамках указа президента данного направления, и мы в этом заинтересованы. Конечно, в первую очередь мы должны учитывать и второй фактор, фактор социальной значимости, который на сегодня является всеобъемлющим, это, конечно, комфортные условия жизни. И, конечно, в первую очередь они должны забывать условия труда и заработную плату, которая нас еще сегодня тоже волнует. Важный акцент над тем, что треба максимально у Сибакова выходить новое поколение с самого раннего взрослого. Расповедать о профессиях, об тем, где працуют батьки, родные. По ваге до працы повинны формироваться змоленства. Кроме того, зауседы текава, колесу размоцию, диалогу приводят звездки зу властной биографии. Это самый лепший приклад и мотивация для молодей. В открытой размове Геннад Славей рассказал про свой працовный шлях, который начинался в 80-е годы в сельской господарце. Мне пришлось пройти такой путь своей трудовой деятельности. Я не жалею того, что я начинал сельское хозяйство. И на этом, конечно, не собираюсь акцессуровать внимания. Но я вам скажу, когда мне пришлось начинать свои трудовые действия в 80-е годы, вот самая низкая, можно сказать, ступенька, которая была предложена, хотя в те годы, я вспоминаю, очень сложно было устроиться в хозяйстве, работать, имея даже высшее образование. Но я учился по направлению от хозяйства, и мне было проще. Конечно, в районе один из прогрессивных пришлось работать, и начинать свои трудовые действия. И, конечно, ты, когда придя на ту или иную должность, в первую очередь обращаешься на проблемы, которые тебе там нужно решать. И когда ты их начинаешь решать, ты потом видишь, что ты двигаешься вперед, ты не стоишь на месте. То есть, решив одно проливом, тебе приходится решать другую. И самое главное, ты, когда оставляешь по себе что-то, ты должен оставлять по себе прорезивное. То есть, когда мы видим, что сделал одно, допустим, даже ту самую дорогу, построил какой-то зерночисленный комплекс или, что называю, хранение зерна и другие объекты, ты просто про себя оставляешь не путь разрухи. И мы по этому пути шли. И каждый год, даже я вспоминаю, в 99-е годы, когда я стал руководителем, было сложно работать. Сложно в том плане, что у нас зарплаты не платились. Но мы пришли потом такому пути, что мы имели денежные средства на своих счетах и могли эффективно работать. Молодые люди так само смогли задать свои пытания на промой керавнику региона в режиме открытого микрофона. Дальше до молоди у нашей области относится пятая частка насильства. Это около 270 тысяч человек. Что год у народного спадающего комплекса региона приходится працовать около полутора тысяч молодых специалистов. Тому одно из пытаний о перспективах будовництва жилья у сельской мясовости. У нас действует и указ президента по строительству жилья. И вы знаете, что за протокол прошлые годы было 2500 жилья, передано переводом долга для молодых специалистов в хозяйствах. И самый главный вопрос в том, что сегодня мы не снимаем. И сейчас действует 240-й указ президента, особенно для многодетных семей. И мы рассматриваем вопрос, чтобы когда и при посещении Ветковского района президента, мы акцентировали внимание. Нам было тоже уделено внимание, что мы уделили на селе. То есть мы не должны стягивать всех у город. Поэтому молодые специалисты в первую очередь. А мы действуем сегодня в рамках и чернобыльской программы, и не чернобыльской. У нас есть арендное жилье. И я вам скажу, что тот руководитель, который заинтересован то, что молодому специалисту предоставляют жилье, пускай даже и арендное, это специалист, руководитель будет прогрессивен. Телеверсию диалогу старшине гомельского облаконка Магинадия Соловья с молодью глядите в эфире телеканала «Беларусь 4. Гомель», другого и третьего «Кастричника». Марина Джалая, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. У гомельским гороваконками сегодня отбылось сумесное посаджение президента горсовета депутатов и городских уладов. На парадку дня выбор кандидатов члены Совета Республики национального схода Республики Беларусь 7-го скликанья. Открыл посяжение старшиня гомельского гороваконкама Петр Киришенко. Он расслумащил правила выбора претендентов и окреслил полномостный президент. Мэр нагадал, что вылучение кандидата у члены Совета Республики повинно завершиться до 8-го «Кастричника». Далее слово взял старшиня городского совета депутатов Миколай Ковалевич и проставил кандидата. Им стал старшиня гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. Для присутных были огучены этапы прационной деятельности кандидата, его заслуги и поспехи. Например, означено, что под керавництвом Алексея Неверова активно развивался профсоюзный рух гомельщины, умоцовывалось международное сопрацовництво. У вынику после объявления голосования кандидатура керавника областной профсоюзной организации была принята одиноголосно. Нагадаем выборы у Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь пройдут 7 листопада. Завтра в Беларуси отбудутся шарговые промылинии мясовых органов Улады. У Гомельске Мабл-Ваканками с воротой грамадян будет принимать наместник старшины Андрей Конюшка. Номер телефона у Гомеля – 33 12 37. Промая линия працует с 9 до 12 годин. У ГТШ на совете будет наместник старшины Гомельского Агар-Ваканкама Виталь Атаманчук. Номер телефона – 51 19 54. С областного бюджета на инженерную сетку у Романовичах выделили 2 миллиона рублей додатковых сродков. Отповедное решение принято Гомельским Абл-Ваканкамам. Гроши признашены для проектования, будовництва объектов, инженерной инфраструктуры в районе индивидуальной жилой забудовы. С уликом названной суммы, огульный годовой объем финансования по третьей шарзе склау 3 миллионы 700 тысяч рублей. Сродки, продуглеженные на будовництво сеток, вода и электрозабеспечения, а так само канализации. Гэты работы уже ведутся. Темы инженерных сеток и коммуникации у Романовичах неодноразово вздымалась и подчас промых телефонных линий, и на особистых приемах громадян. По первой шарзе забудовы на гэты год было выделено свыше одного миллиона. 95% сродков уже освоено. У приватности, зробленные дороги у Шебеневым выкананне для проезда транспорта заасфальтована в улице Полякова. Зараз ведутся работы по уладковании люневой канализации. По другой шарзе, огульный объем финансования на гэты год склау 3,5 миллионы. Уже освоено 92% сродков. Основные работы запланованы на 2019 год завершены. Застается пытание по сетках вонкового осветления и дорогах. Гэты работы плануют завершить в наступном годе. Держава допоможает громадянам при утеплении жилья. Такую гаранту продовлеживает указ президента номер 327 о повышении энергоэффективности шматкватерных жилых домов. Головная мета указа – поднимать громадян в их жадании снизить поживание тепла, повеличить энергоэффективность жилого дома, чтобы в свою шаргу повысить комфортность проживания. Расшение о проведении отповедных мероприемствах, например, по замене системы тепления, установке лечильников тепла, жихары приимаются на огульном сходе двума третьими голосов. Инициаторами проведения энергоэффективных мероприемствах могут выступать уластники, которые володают не меньшим одной чвертью голосов от их огульной колькости. А так само уполноваженная особа по кированию огульной майомостью суместного дома уладания, правление товариства уластников и мясовые выконавшие органы улады. 50% кошту энергоэффективных мероприемств соберы на себе держава. Остатние 50% оплачивают грамадяне. При этом дается расторминовка до 10 годов, а для малозабеспеченных до 15. Финансирование данных мероприятий будет осуществляться за счет средств от приватизации жилых помещений. Также до 10% средств будут направляться за счет средств капитального ремонта. Ну а также бюджетные средства будут открыты специальные счета, на которые будут осуществляться деньги для финансирования этих мероприятий. Зараз распроцовывается проект постановления Совета Министров, який удокладнить механизм финансования мероприемства по тепловой модернизации шмат паттерных домов. Указ уступить усилу Семага-Снежня. Транспортные организации Гомеля, який займаются перевозками пассажиров, реализуют шерых экспериментов. Управатности размова идти об новых проездных билетах, який мают некольки ступеню обороненности, а так само машинности расплошиваются у автобусах банковской карткой. Наши корреспонденты потекавилися под обязанностями. Идея реализации проездных билетов нового узора заявилась еще у початку этого года. Правда, процесс оказался не таким худким, як хотелось бы. Проездный билет – это официальный документ, який друкуется на одном с предприемств Держзнака. Зараз усе узгаднение завершено и в продаж поступили проездные нового узора. Пришим, разом с автобусными новый выгляд набили и огульные билеты автобус-тролейбус. Нашим предприятиям принято решение замены проездных билетов в городе Гомеле в связи с тем, что в последний период времени мы понимаем, что количество подделок возрастает. Эти проездные отличаются количеством степеней защиты, их 8 настоящих проездных и позволяют нам получать больше объем выручки по сравнению с предыдущим. То есть мы понимаем, что меньше в настоящий момент будет поддельных проездных документов. Калия Барунина и от подробок проездные билеты уже стали реальностью, то махчимость различиться у автобусе банковской карткой еще можно лжить экспериментом. По культ такую послугу оказывает только кондуктор первого Гомельского автопарка Людмила Чернова. Кажет, это саправды сручно, особливо подчас набытя декадных и месячных проездных. Хоть и за обычные талончики на одну поездку таким чином можно так само расплатиться. Пассажиры до такой послуги еще не привыкли, аля кондуктор пераканана. Это справа часу. Сейчас же все в основном с карточками. Когда выходит человек, допустим, предлагаешь приездное, он говорит, что я деньги еще не снял, или там заходит пассажир, но не успел снять деньги, или на банкомате нету, карточку говорит, если бы можно было. Ну и на собрании я внесла такое предложение, спасибо нашему руководству большое, оно нас поддержало. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Євген Макинка, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля пройшел рашистый сход промеркованный до дня машина-будовника. Веншаванне с профессийным святом работники Галины будут принимать в неделю 29 вересня. А наперед до дни ушановили тех, кто достигнул успехов в нелегкой справе в будовництве машин. У центра уваги супрацовники завода «Гомсельмаш». На урошистості побывал и наш корреспондент Евгений Кухаронак. У Доме культуры «Гомсельмаш» полная зала. Тут и виновники урошистості, и гости. По традиции у першую чергу подведение выника у працы. Словы подзяки за выполнение поставленных перед Галиной задач и особистые перемоги кожного. А после у Знагороды этим вечером ушановили работников удостоенных звания гоноровый гомсельмашовец и ветеран гомсельмаша. А так само тих, кто отримал подзяжные листи открытого акционерного товариства «Гомсельмаш», грамады и подзяки Министерства промисловості Республики Беларусь уручены и у Знагороды от Гомельского облвиканкама. «Завод на работу свое имя в предыдущие годы старается и удерживать свою марку. Все временные трудности, я думаю, переживут, потому что оказывается поддержка и на областном уровне, и на государственном. Поэтому в канун праздника хотела всех поздравить машиностроителей с их профессиональным праздником, пожелать успеху руководству и трудовому коллективу». Для урочистого сходу есть еще одна подстава – 89-ти годы предприемства «Гомсельмаш». Зараз тут працует около 14 тысяч человек. У непростых экономичных умовах и при найжорсткой конкуренции на внешних рынках им удалось заховать экспортные позиции, а у широк краин повеличить долю присутности. «Наш коллектив он сегодня сплоченный, крепкий, здоровый, творческий и нет оснований полагать, что любые трудности, которые не встанут на нашем пути, не будут побеждены». Я бы, конечно же, хотел пожелать каждому из машиностроителей, каждому из своих работников в первую очередь крепкого здоровья, стабильности, надежного тыла, дабы каждый день было отличнейшее настроение идти на работу и еще более лучшим настроением возвращаться домой». Завтра машинобудовники запрошают гомельчан разделить с ними профессийное свято. В 12 на стадионе Гомсельмаш начнется спортивно-забавляльная программа для детей и дорослых. Традиционная частка свято – выстава техники. Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, телерадио компания «Гомель». Команда Гомельской области стала лепшей по выниках 15-го республиканского огляду конкурса профессийного мастерства сяросу працовников милиции. У Гомеля на протягу тыдня представники патрульно-постовой службы и отрады милиции особого призначения демонстровали узровень физичной, огнявой, медицинской и строевой подрыхтовки. Так само в залику вошли службовый триатлон и проверка ведения нормативных правовых актов. внутренних справ третье место заняли могилевские правооховники, другое управление внутренних справ Мингарвы Конкама. Золотые медали, кубок и новый службовый автомобиль завоевали супрацовники милиции Гомельской области. Бессловно, волнения и переживания были. И честно, откровенно скажу, что сотрудники очень долго готовились к этому. И не выиграть первое место, не занять призовое место в родных стенах было тоже как-то не совсем правильно. Самое главное, что это пример тому всем остальным сотрудникам наших, к чему стремиться. Конечно, первыми быть все не могут. Но победил правопорядок. Объясняю, почему. Патрульно-постовая и ОМОН это самый многочисленный отряд милиции и общественной безопасности, которые тянут службу в системе единой дислокации. И они первыми окажутся на месте происшествия или преступления. Насколько определенно грамотно они будут действовать, на то будет раскрыто быстрее преступление или какое-то превыношение. И значит, будет достойный правопорядок нашей республики. Особные узнагороды отримали команды патрульно-постовых служб и отраду особого признашения. А так само супрационники, які продемонстровали лепшие выники у конкурсных дисциплинах. У якости приза, премии и махчимость присвоения чергового специального звания. Гэта інші новини вы можете знасти на нашім сайте в інтернете по адресі www.tvrgomel.by На гэтом выпуск завершенный. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Де факто на телеканале Беларусь 4 в студії Александр Гамоля. Здравствуйте. Трагедія на железной дороге. В Жлобинском районе товарным поездом был сбит 18-летний парень. Исходя из материалов проверки инцидента, молодой человек внезапно решил выйти на пути в момент прохождения подвижного железнодорожного состава сообщением Калинковича Осиповича. Случилось это на перегоне Жлобин-Подольский-Мормаль, погибший, учащийся одного из средних специальных учебных заведений Жлобина. По факту происшествия ведется расследование. Как сообщили в транспортной прокуратуре, семья погибшего характеризуется положительно. На профилактических видах учета подросток не состоял. Спасли 90% сена в Рогачевском районе. Пожарные не дали сгореть укосу этого года и оперативно ликвидировали возгорание на сеноскладе деревни Великая Крушиновка. Сообщение о пожаре поступило накануне около 6 вечера. Загорелся один из рулонов сена. Но пожарные не дали огню распространиться и спасли 46 тонн соломы. Уничтожено только 4. Никто не пострадал. Вероятная причина пожара поджог. Безработный житель Добрыша едва не сгорел в сарае, в который залез, чтобы погреться. Пожар случился накануне в 22.20. Спасатели потушили возгорание хозпостройки по улице Баумана. А через 20 минут в приемное отделение Добрышской районной больницы обратился местный житель, который пострадал от многочисленных ожогов. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вероятно, он заснул в сарае с непогашенной сигаретой. В Реческом районе пострадал владелец гужевой повозки около деревни Киров. Мужчина выезжал со второстепенной дороги на главную и не предоставил права на преимущественный проезд водителю автомобиля Рено. От удара гужевая повозка перевернулась, а машина получила повреждения. Владелец повозки был госпитализирован. На сегодня все. Следите за происшествиями региона вместе с Де Факто и оставайтесь на Беларусь-4. Продолжение эфира телеканала Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии. Михаил Садовский Здравствуйте! Сегодня стартовал 23-й тур чемпионата Беларуси в высшей лиге. В эти минуты заканчивается поединок между футбольными клубами Минск и Энергетик БГУ. А на стадионе в Могилеве остались считанные минуты до начала матча между командами Дняпро и Слуцк. Представители Гомельской области проведут игры в субботу и в воскресенье. Стартовый свисток между Торпедо Белас и Гомелем прозвучит завтра в 16.00. Мозорская Славия на своем поле примет Городею начало матча в 15.00. Этот поединок станет первым в воскресный игровой день. На сегодняшний день Гомель находится на 13-й позиции с 18 баллами. А вот Славия на строчку выше. У Мозырян сейчас 23 очка. Лидеры чемпионата Беларуси Динамо Брест, Батэ и Шахтер. У них первое, второе и третье места соответственно. В субботу пройдет и 22-й тур чемпионата Беларуси в первой лиге. Гомельский локомотив отправится в гости к НФК Крумкачи, а Светлогорский химик – Корше. Речицкий спутник будет принимать дома Смолевичи. Поединки начнутся в 14.00, 15.00 и 16.00 соответственно. На сегодня турнирную таблицу возглавляют Смолевичи и Белшина. Замыкают тройку, «Локомотив». Спутник находится на пятом месте, а Химик на девятом. В хоккейном чемпионате Беларуси прошли очередные поединки экстра-лиги. Гомель одолел Могилев, а Металлург уступил юности. В выездном матче Рыси победили Львов. Первый период закончился минимальной ничьей 1-1. После второй 20-ти минутки гомельчане ушли в раздевалку, уступая 1-2. Однако в заключительном периоде они смогли не только сравнять счет, но и вывести его в свою пользу. После финальной сирены цифры на табло были 2-4 в пользу Гомеля. Второй представитель области упустил очки в столице. Металлург проиграл юности со счетом 2-1. Стартовый период завершился с преимуществом Волков, однако удержать они его не смогли. Во второй, третий 20-ти минутках минчане забросили по шайбе, чем и обеспечили себе победу. Продолжаются отборочные туры киберспортивного турнира «Битва городов». В эти выходные масштабные мероприятия приедут в Гомель. Определять лучших будут в ГГУ имени Франциска Скорины. Место действия первый корпус начала в 10.00. Лучшие коллективы отборочных туров получат билет в Минск на гранд-финал и смогут побороться за призовой фонд в 6 тысяч белорусских рублей. Участники не младше 16 лет будут показывать свое мастерство на специальных игровых компьютерах с профессиональным оборудованием. Тренеры национальной команды провели мастер-класс для спортсменов и тренеров Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису. Гомельчане это основные конкуренты столичных теннисистов. В центре занимаются более 400 детей. Здесь размещены 10 крытых и открытых кортов с искусственной травой и грунтовым покрытием. С детьми в возрасте от 5 лет работают 12 тренеров. Гомельчане постепенно выходят на ведущие роли. Например, в 2019 году стали лучшими в первенстве специализированных спортивных учреждений фактически чемпионами страны в командном зачете по теннису. Сегодня 4 наших спортсмена разного возраста входят в национальную команду Беларуси. В Гомеле завершилось открытое областное первенство спортивного общества Динамо по академической гребли. В турнире участвовали девушки и юноши 2002-2005 годов рождения. По результатам соревнований победили спортсмены училища Олимпийского резерва. Серебро завоевали гребцы гомельского филиала спортивного общества Динамо. Замкнули тройку представителей с дюшор номер 6. Гомельчанин Александр Фоминов завоевал серебро на международных соревнованиях по конному троеборью. В турнире участвовали спортивные пары из России, Беларуси, Казахстана и Чехии. Спортсмены боролись за рейтинговые очки к Олимпийским играм 2020 года. Спортсмен Гацор по прикладным видам спорта Александр Фоминов выступал на этом турнире на лошади по кличке Мартини. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.